Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас реакция Тары Саймон. Вы её, наверное, все знаете. Если нет, то переходим на её первую реакцию. Там я о ней немного рассказываю. Также на песню Знай мне приходят жалобы и блокировки, но я иногда буду это правило нарушать, так сказать, для общего кайфа. Всем приятного просмотра! Как дела, мои терапусечки? Это Тара из Тара Саймон Студиос. И сегодня я буду делать реакцию на... Так точно! Он будет петь песню под названием Знай. Из новой волны 2019. Я смотрю, это было совсем недавно. Я вся в ожидании. Он забыл надеть футболку под свой пиджак. Да и чёрт с ней. Он такой очень серьёзный. Сосредоточен, как обычно. Ловит этот баланс. Красивая музыка. Великолепный оркестр. Ночь исчезает до утра. Мы с тобой два беглеца. Его голос это словно массаж для моих ушей. Я слышу шорох и шаги, нежный шопот вопреки. Здесь есть полутона, из-за которых можно сбиться, но только не он. Я слышу шаги, нежный шаги, нежный шаги, нежный шаги, нежный шаги, нежный шаги. Прекрасная расстановка. Мне нравится его дыхание. И этот сокровенный низкий тон. Его язык глубоко вставлен в рот, будто там есть языкодержатель, который сглаживает всё это. Вот так создается это пустое пространство для звука. Особенно вот здесь. Дикрещендо и небольшое крещендо. Посмотрите, как он стоит. Красиво и с широко расставленными ногами. Головной голос. Но там есть ещё низкое звучание, поэтому это звучит как микс. Я бы даже сказала, что на самом деле это смешанный голос. Внутри маски. В общем, смешанный голос. Красота. И слова в этой песне, похоже, тоже красивые. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать твой взгляд. Знаю. Улюмина небес. Причина. Да, ляпота. Вокальная акробатика. Это мощь из самого низа. Вы заметили, как он наклоняется, когда берёт эти ноты? Это очень важно. Пение – это спорт для всего тела. Крыло. Не бебёт колокола. Любовь. Не бебёт колокола. Любовь. Пришёл. На грудной смешанный голос. На той же самой ноте. Не меняя ни один гласный звук. Вы хоть понимаете, что это значит? Это же чертовски сложно сделать. Вот что это значит. Грудной голос в безупречный микс. Без никаких изменений. Кроме расстановки. Положение рта неизменно. Гласный звук тоже. Даже нота та же. Он словно застегнул молнию на свитере. Это же безумие. Я должна послушать это снова. Чтобы сполна насладиться этим моментом. Он творит много нереальных вещей. И я всегда говорю. Говорю, что он, чёрт возьми, инопланетянин. Вокальный пришелец. Но вот это кажется чем-то очень простым. И многие люди этого не заметили. Проспали этот момент. Потому что они и так завалены его другими вокальными трюками. То, что Димаш сделал вот здесь. Это одна из самых впечатляющих вещей, которые я слышал от него. И я хочу, чтобы вы это заметили. Потому что я думаю, что это недооцененный. Недооцененный момент. В этой песне. И в его голосе. Полный грудной голос. И переход прямо здесь. Вы слышали смену тональности? Это же с ума сойти. Это же нужно настолько верить в свой голос. Настолько хорошо знать свой голос. Чтоб это было комфортно для него. Нужно знать свои способности, чтобы вытворить такое. И не просто наедине с собой. А выступая перед аудиторией. Это большое дело. Огромное уважение. О божечки мои. Это поражает. О божечки мои. О божечки. Идеальный микс. Это ж так высоко для мужчины. О божечки. маски. Божечки, это же так высоко. Перекрикивается, как птичка. Так изящно. Смотрите на его стойку. Сколько силы и мощи. Прекрасная регулировка. Контролируемое замедление и постепенное угасание. Он такой, типа я еще не закончил. Итак, хорошо. Димаш для меня. Я все равно не пойму, о чем они говорят. Димаш для меня это восьмое чудо света. Он настолько, он настолько хорош. У меня уже заканчиваются фразы и комплименты на его счет. Он реально настолько хорош. Мне очень сильно нравится его импровизации, его риффы и разбежки. Он часто использует гармонические миноры во всей своей красе, чтобы вставить свой звук в этот звукоряд. Это что-то очень, очень родное для него. Это, возможно, часть его культуры. Эти частички звуков, это что-то родное для него. И мне это безумно, безумно сильно нравится. Но вот этот момент, про который я говорила в середине выступления, для меня это как вишенка на торте. Это то, на что вы должны обращать внимание, разбирая технику пения, и пробовать. Пробовать повторить это аналогичным образом. Это было так славно. И опять же, в нем столько смелости и веры в себя, чтобы пойти на такое. И это же еще перед такой аудиторией, перед зрителями. Выступать вот так. Сколько должно быть контроля, особенно ментального контроля над своим голосом, чтобы сотворить такое. Он просто глыба. Здесь не было каких-то запредельно высоких нот для него или что-то такое. Но скажу вам простыми словами, это была совершенная техника. На него так любо смотреть и слушать его, и учиться у него. Если вы учитесь петь, конечно. Ребята, благодарю вас за просьбу сделать реакцию на него. Спасибо большое за эту рекомендацию. Для меня это всегда удовольствие. Включить компьютер и посмотреть выступление Димаша. Хотя к нему никак не придерешься. Такого точно не было. Но здесь много чего можно разобрать по технике кипения. В общем, спасибо. Всем спасибо за внимание. Спасибо Таре за эту прекрасную реакцию. И спасибо вам, что вы просто есть на этом канале. Всех люблю. Всех обнял. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова